Семантические коды Эмигрантское масонство великолепно освещено известнейшим нашим историком Андреем Ивановичем Серковым, который выпустил колоссальный биографический словарь всех известных русских масонов с XVIII по фактически уже XXI век, и великолепный трехтомник «Русское масонство». В XX веке. То есть мы достаточно много знаем уже о деятельности российских масонских лож в парижской эмиграции, в других странах после вынужденного изгнания из своего отечества. То есть русские люди вынуждены были заниматься этими своими духовными поисками на чужбине. Но вместе с тем мы как-то вот очень мало работ имеем по символике масонов, именно русских масонов в эмиграции. Поскольку, с одной стороны, все исследователи эзотеризма прекрасно знают, что масонство само себя определяет как традицию, которая скрыта в аллегориях и иллюстрируется символами. И было бы огромным упущением не попытаться понять, что же скрыто в такой специфической символике русских масонских лож в их эмблемах, в их штандартах. То есть как они сами осмысливали через эту свою традицию и что хотели сказать миру. Вместе с тем я несколько тут вводных слов скажу о том, что в основном тот материал, которым я пользуюсь, это материал, любезно выложенный в открытый доступ в информационно-телекоменационную сеть интернет, уже упомянутый мной выдающимся историком русского масонства Андреем Ивановичем Серковым. Ну и другой материал, если это не из архива Андрея Ивановича, да, я пользуюсь материалами из открытых источников. Конечно, мы находимся в самом начале исследования символики русских масонских лож в эмиграции. Эта тема сама по себе достаточно гипотетична, то есть раскрыть ее можно, в общем-то, не всегда на основе каких-то достоверных сведений, потому что мы имеем определенную эмблему или определенный символ, и очень редко у нас есть описание самих масонов, что они хотели в это вложить и что хотели этим сказать. То есть иной раз мы разбираем эту символику, как уже сегодня ссылались на апостола Павла, гадательно, как бы сквозь мутное стекло, но тем это исследование и становится интересным, еще более интересным, скажем так. Ну вот, в принципе, в типологии символов масонских лож я выделяю как бы типичную масонскую символику, как, например, вы сейчас видите на слайде, эмблему ложи «Северная звезда Великой Ложи Франции». То есть здесь вот ничего такого специфического, да, мы не наблюдаем, то есть совершенно отчетливо прослеживаются масонские символы, то есть циркуль, наугольник, мастерок, молоток, отвес, простите, уровень, да, пентаграмма с литера IG и ветви акации, то есть все эти символы так или иначе присутствуют масонской ложи и описываются в масонских ритуалах. То есть вот здесь такая типичная масонская символика, которая, в принципе, эмблему этой ложи не выделяет из общего ряда символики многочисленных масонских лож по всему миру. Более интересная, с моей точки зрения, эмблема – это ложа «Острея», той же Великой Ложи Франции, русская ложа «Острея», как и предыдущая, я здесь говорю только о русских ложах, опять же, эмигрантских я подчеркиваю. Ложа «Острея» была основана в 1922 году одной из первых, и она имела определенную историческую преемственность, потому что когда встал вопрос о создании в эмиграции некого русского масонского сообщества, название было выбрано с отсылкой к началу XIX века, первой четверти XIX века, точнее, когда в России существовала Великая Ложа «Острея» вплоть до запрета масонства в 1822 году, как мы знаем, рескриптом императора Александра I. Что интересно, вот эта вот эмблема ложа «Острея» в Париже не имеет ничего общего с исторической символикой «Острея», хотя для масонов эта преемственность очень важна. Вот здесь я для сравнения хочу показать вам эмблему ложа «Острея» в Петербурге в 1819 году, вот именно конкретно этот эскиз был разработан, здесь представлена богиня «Острея». «Острея» сама по себе мифологическая фигура, которая означает богиню золотого или сатурного века, о котором мечтали масоны, с отсылкой опять же к античной мифологии, то есть золотой век, когда на земле не будет неравенства, когда на земле не будет невежества и злобы, когда люди будут пребывать в благоденствии и когда духовное будет гораздо ближе мирскому, чем в наши с вами дни. Но, правда, здесь «Острея» представлена несколько с какими-то нетипичными, несвойственными именно этому мифологическому образу атрибутами, то есть, в частности, вот эта полупрозрачная вуаль, которая скорее свойственна богине Исиде, но вот как раз-таки вот этот синкретизм масонского символизма очень свойственен этой традиции. То есть, мы в масонских эмблемах и символах можем обнаружить отсылки к абсолютно любой традиции, и совершенно удивительное и причудливое смешение всего этого происходит, потому что масонство мыслило себя как наследником всех эзотерических, религиозных, духовных традиций прошлого. То есть, все они, согласно доктринам, которые были близки масонам, так или иначе связаны исторической преемственностью, либо надчеловеческими источниками, которые все это посеяли среди людей. Поэтому масоны всегда изучали все духовные традиции, и, конечно, не гнушались пользоваться вот этим многообразием символики. Потому что вот на эмблеме Ложи Астрея 1922 года мы видим, как типично масонские символы, такие как здесь вот циркульный, угольник, да, уровень, так и общерелигиозные такие европейские, такие как Всевидящее Око, которое ассоциируется по большей части с масонством, хотя это не совсем правильно, да, то есть ареал использования этого символа гораздо шире, чем просто масонство. Здесь мы видим колонны Ехины-Буаз и совершенно иной образ богини Астреи, которая держит в руках весы, что символизирует справедливость, и держит в руках рок изобилия, что символизирует вот это вот процветание всего и вся в золотой век человечества, да, Астреян век, к которому стремятся масоны. Наряду с веткой акации мы здесь видим пшеничный колос, который, ну, в какой-то степени, конечно, является масонским символом, но не столь часто употребляемым и не вполне типичным для масонских эмблем, а скорее это отсылка, опять же, к античной традиции, к традиции мистерий, в частности, эллифсинских мистерий, как мы знаем, с которыми связана символика колоса и так далее. То есть вот эта вот символика уже более сложная. Вот я хочу представить вашему вниманию еще эмблему ложа друзей Любомудрия. В 1925 году она была основана для работы в так называемых высших градусах или дополнительных степенях. Вот, но символика, как видите, предельно лаконичная. То есть всего-навсего изображено Солнце как символ просвещения, как зримый символ Бога, который в христианстве называется, да, вот Солнцем правда. И как некий центр нашей Солнечной системы, центр мироздания, источник всякого света и так далее. То есть простая лаконичная символика, что не очень, в принципе, свойственно было, в особенности русским масонским ложам в эмиграции. Совершенно иного рода, как вы видите, печать ложи Гамаюн, которая также в Союзе Великой Ложи Франции была основана в 1932 году. Здесь мы вообще не видим, по большому счету, особой масонской символики. И, как мне кажется, на вот этом эскизе лежит такая мощная печать русского авангарда, да, который русские масоны привезли с собой в эмиграцию, да. То есть некое продолжение Серебряного века там происходило. То есть мы видим здесь просто треугольник, да, просто птицу. Правда, определенное чередование вот этих белых и темных элементов делает некую отсылку к дуализму, гностическому, мистическому дуализму, который свойствует масонам. Все исследователи этой традиции знают, да, что в масонстве, в частности, используется там шахматная черно-белая плитка, да, которая обрамляется пол-ложа. Вот, то есть здесь некая такая отсылка к этой символике есть, но по большому счету символ ложи Гамайон, он предельно, скажем, такой творческий, авангардный, художественный, с, опять же, с минимумом какого-то эзотерического символизма, традиционного символизма. Потому что, например, тот же Гамайон, вообще название не очень-то свойственное масонству. То есть отсылка здесь явно к славянской мифологии идет, в принципе, которая очень актуализировалась, опять же, в период Серебряного века в России. Мы помним соответствующие картины, там, Восемецова с изображением птицы Гамайона и так далее. Вот, и для русских людей очень важным было, вот, именно в эмиграции, поддержание связи со своими корнями, с почвой, с исходной традицией. Поэтому вот там появилась ложа Гамайон, в принципе, название, которое не фигурировало. Ранее, я имею в виду, 18-19 век и не могло появиться в русской масонской традиции, что говорит о том, что все-таки она довольно живая, подвижная, что она развивается. Вот интереснейшая эмблема, вот, консистории России. Это объединение, опять же, созданное для управления высшими градусами древнего и принятого шотландского устава, ложь усовершенствования, связанных с великой ложей Франции. Вот здесь мы видим двуглавого орла. Может показаться, что это отсылка, опять же, к символике Российской империи, но это не так совершенно. То есть двуглавый орел является символом ДПШУ, древнего и принятого шотландского устава. Но с некоторыми добавлениями, такими творческими. То есть здесь орел ДПШУ держит меч и пламенеющее сердце. Самые интересные символы, они идут вот по кромке здесь внизу. То есть мы тут видим и свастику, и египетский крест Анг, и что-то вот такое, что похоже на французскую геральдическую линию, и символ сикхов индийских, и некий символ такой, который в общем-то напоминает символику врачей, как некоторые в частных беседах пытались это интерпретировать. Но нет, мне кажется, что это Т-образный крест увитый змеей, обычный христианский крест и даже полумесяц со звездой символ ислама. То есть может показаться, что весь этот набор символики отражает многоконфессиональность, ложь высших градусов, которыми управляла консистория России. Но я думаю, это несколько поверхностное толкование, потому что вряд ли там были приверженцы, например, индийского сихизма. Скорее всего, точно не было, потому что по материалам Андрея Ивановича Серкова известно, кто входил в эти ложи или представители египетской религии. Я выдвигаю версию о том, что все это так или иначе имеет отношение к теософии, потому что эмблема теософского общества, вот она в себе содержит эту же свастику. Это говорит о том, что среди русских масонов в эмиграции было много людей, интересовавшихся теософией. И опять же, это увлечение они привезли с собой из России как очень важное наследие духовных традиций Серебряного века, когда теософия, тесно связанная с ней антропософия были, в общем-то, общераспространенными увлечениями культурной элиты, да и интеллигенции в целом. Когда, в частности, вот этот символ, о котором я говорил, «Т-образный крест, увитый змеей», да, тоже активно использовался теософами, в частности, в журнале «Вестник теософия», его еще сама основоположница русского теософского общества, вообще всемирного теософского общества Елена Петровна Бловацкая использовала как бы «Т» и «С», да, вот. Это было в свое время эмблемой журнала «Теософист» Бловацкая, которая перешла и в русский «Вестник теософии», и оттуда, скорее всего, как видим, и в масонскую символику. Почему это случилось? Да потому что среди русских масонов действительно были такие люди, как известнейший поэт Юрий Терапиано, который наряду с своими масонскими исследованиями, духовными поисками в этой области активно занимался написанием теософских работ, то есть у него есть в таком теософском освещении книга, описывающая зороастризм, да, религии и мифы Ирана, есть известная фантастическая повесть Аплантида, полная теософских мотивов и так далее. То есть, действительно, мы имеем информацию о том, что очень авторитетные братья, которые входили в русские масонские ложи в эмиграции, имели вот эти ярко выраженные теософские увлечения, что нашло выражение и в символике русских масонских лож. Вот, в частности, ложа лотос, дело в том, что вообще русской масонской традиции 18-19 века не очень свойственна связь с эзотерическими традициями Дальнего Востока, хотя есть отсылки к Египту, но таких лож, опять же, как лотос, не было, да, то есть в прежние периоды существования русского масонства были там ложа Азириса и Езиды, например, да, но вот ложа лотос, это, опять же, появившееся только в 20 веке, некое вот такое явление, показывающее интеграцию в масонство традиций, важных именно для теософии, вот, потому что здесь лотос такой изображен в типично египетской манере, вот, именно оно в такой стилистике, которая была свойственна графическому оформлению именно теософских трактатов. При этом вот можно обратить внимание на приветственный адрес, он рукописный полностью, подаренный ложей лотос одному из братьев, вот здесь мы видим внизу, опять же, такую же эмблему ложи лотос, вот, но вместе с тем все остальные символы, они типично масонские и мало чем отличаются от аналогичных символов, опять же, используемых масонскими ложами по всему миру. Очень интересная символика ложи Гермес, то есть, вот, в 1924 году она основана, сейчас вы видите перед собой штандарт этой ложи, и, ну, здесь, конечно, может по глазах заребить от многообразия этой символики. С одной стороны, здесь мы видим и масонские символы, то есть циркуль, ноугольник, линейку, отвес, всевидящее око, солнце, луну. Колонны Ехин и Баас представлены уже не совсем в своем традиционном виде, и в таких изображениях, которые, ну, скажем так, больше свойственны эзотерической и магической литературе, которая тогда существовала. Мы видим изображение бога Тота, который, как известно, ассоциируется с Гермесом в эзотерических трактатах западной герметической философии позднего времени. Именно в то же самое видим греческого Гермеса, как бога, с кефарой он здесь кажется. Видим астрологический символ Меркурия, опять же, который у римлян ассоциировался с Гермесом, с греческим Гермесом. Видим символ петуха, который в римский период был атрибутом Меркурия. И вот, и интереснейший в центре символ – это кадуцей, то есть символ, свойственный Гермесу. Кадуцей Гермеса, вот, но, опять же, разноцветные змеи с этим гностическим мистическим дуализмом. Интереснейший горизонт, который можно интерпретировать, вероятно, как морской. В верхней части кадуцея, где обычно крылья изображаются, то есть здесь как бы все в каноне, но в стилистике, опять же, древнеегипетской. То есть данный штандарт, на мой взгляд, символизирует синтез различных древних эзотерических культур, мистериальных традиций, то есть древнеегипетской, древнегреческой, древнеримской и масонской, что для масонства было очень важно, потому что вот эта некая золотая нить, связывающая разные традиции и единое наполнение, дающее им, то есть это одна из таких идей масонства, которые можно назвать центральными, да, при изучении вольными каменщиками разных духовных традиций прошлого. То есть в этом плане штандарт ложи Гермес очень интересен. Кстати говоря, этот штандарт и следующий, о котором я буду говорить, несколько лет назад они появились на антикварном рынке, то есть вот наследие русских вольных каменщиков из эмиграции возвращается, но иногда вот несколько странно, да, то есть артефакты абсолютно музейной ценности всплывают вот каким-то чудесным образом в самых неожиданных местах. Вот, кстати говоря, штандарт ложи Юпитер то есть тоже крайне интересен, хотя и более лаконичен он, то есть мы здесь мы видим масонскую пентаграмму, ну то есть понятно, что не только масонскую, но символ для масонства крайне значимый, да, и вовсе не проходной. В центре образ Юпитера, напоминающий, ну, возможно, карту Таро, возможно, это король мечей, вот, то есть вот эти вот мистериальные символы, свойственные еще Дионису Сабазию, да, в мистических традициях, и вот где только нет вот этих двух пальцев, да, поднятых, это и русские староверы, и буддийские мудрые и так далее, и везде это есть, вот для масонов это было значимо. Ложь Юпитер, почему, кстати говоря, Юпитер, крайне интересный момент, Юпитер это царская, королевская планета, и, в общем-то, масонство традиционно называют королевским искусством, ну, возможно, потому, что среди масонов всегда было много монархов, то есть они искали королевского покровительства, но вместе с тем не будем забывать о том, что королевским искусством называют себя алхимия, а алхимические символы, алхимические традиции имели огромное значение для масонской традиции и обряда масонского посвящения и так далее. В этом плане крайне интересна печать ложе Юпитер. Значит, здесь мы видим, ну, просто вот такой набор символов, из которых наиболее типичным и единственным масонским таким является, наверное, ветвь Акации, если это она. Хочу обратить внимание вот на этот любопытный элемент, то есть это уже даже не алхимия, это церемониальная магия. То есть здесь мы видим перед собой сигилу гения планеты Юпитер или духа Юпитера, да, то есть это все показывает, насколько разнообразными были эзотерические традиции русских масонов в эмиграции. Но кроме того, здесь еще и знак планеты Юпитер, как бы он есть замечательный, да, вот, но вместе с тем и астрологический знак рыб и вот эта стрела, которая, вероятно, намекает на стрельца, то есть это символи, это знаки Юпитера, собственно говоря, и перевернутый треугольник, уже здесь знак алхимический. Вы видели треугольники в большом количестве на эмблемах других масонских лож, но там они направлены вверх, а здесь, собственно, как символ воды, да, стихии Юпитера, вот, в частности, при связи с астрологическим знаком рыб, вот здесь это все есть. Но вот что любопытно, почему именно Юпитер, я заканчиваю, вот уже перехожу к выводу основному, почему Юпитер, да, почему, ну, королевское искусство, понятно, да, вот, конечно, все это любопытно, но вообще этот знак астрологический Юпитера, он не столько астрологический, сколько действительно он свойственен ремесленным гильдиям периода Средневековья, то есть на соборах он часто встречается, вот в метках вольных каменщиков, да, мы видим вот этот символ в виде, ну, скажем, такой четверки, да, напоминающий астрологический символ Юпитера, то есть это очень старая масонская традиция еще оперативных времен, когда масоны были не философами, нет, а вольными каменщиками в полном смысле этого слова, и эта же символика остается важным элементом домовых символов, гербов вплоть до 17-го и даже 18-го века, а вот что любопытно, французский философ, традиционалист, мистик известнейший, суфий, масон Рене Генон в своей книге «Масон в своей компаньонаж», переводчиком и издателем которой является наш постоянный участник конференции, наш коллега Дмитрий Борисович Зеленцов, вот он в этой книге две статьи его, посвященные именно этой символике, да, вот этой вот четверки, да, или астрологическому символу Юпитера в средневековом масонстве и в компаньонаже. И вот что любопытно, Андрей Иванович Серков пишет в своем трехтомнике «Русское масонство в 20-м веке», что именно Рене Генон помогал первым русским масонам в Париже в становлении масонских лож. Если мы посмотрим на символику ложи Юпитера, да, и посмотрим вот эти работы Генона, то здесь переклички, ну, не только в символе Юпитера, они еще и в, там и перевернутый треугольник есть, и многие другие переклички, так что в качестве гипотезы можно предположить, что в свое время Рене Генон или лично, возможно, а может быть и его работы, которые читали русские масоны в эмиграции, повлиял на символику вот эту вот очень необычную, оригинальную «Русских масонских лож на чужие». Вот. Сегодня, кстати говоря, в Москве, да, существует в Союзе Объединенной Великой Ложи России ложа Юпитер, которая полностью, как вы видите, вот на эмблеме возродила эту традиционную символику, да, вот пришедшую эмиграции снова на родину. Кстати говоря, в этом году это вот яркое событие в эзотерической жизни России, Великая Ложа Франции передала Объединенной Великой Ложи России декрет о том, что признала ее преемственность от именно союза русских масонских лож, работавших когда-то под эгидой Великой Ложи Франции в эмиграции. То есть хотя бы в одном российском послушании масонском сегодня происходит очень активный процесс возрождения русских эмигрантских традиций в том виде, в котором они существовали в 20-е и 40-е годы в эмиграции. И в этом плане, конечно, изучение этой символики имеет огромное значение не только с научной точки зрения, но и для самих эзотерических традиций, которым было бы неплохо глубже погрузиться в истоки своего символизма, да, им понять, что братья их хотели сказать, в общем-то, уже практически сто лет назад. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Роман Владимирович. Павел Васильевич. Да, у меня не вопрос, у меня скорее такое уточнение по поводу Т-образного креста. Т-образный крест – это классический же медный змеи Моисеев. Да-да-да. Это изображение, да, вот это оно и есть. Я думаю, фактически оно и было заимствовано именно вот из этого образа. То есть, вы думаете, не Теософы, да? Ну, мне кажется, Теософы взяли, скорее всего, именно из этой картинки, потому что Теософы, в общем, они ориентировались на культуру того времени, поэтому, соответственно, так и получилось. Этот символ, он-то присутствует и в алхимических трактатах во многих, да, вот, но с явной уже отсылкой к Библии. Ну, да-да, классический. То есть, понятно, что это очень большой, большой спектр самых разных традиций и символов, да, которые сливаются воедино, но просто вот исследование исторической преемственности все-таки интересно, откуда конкретно что взято, да, вот, ну, мне кажется, вот здесь все-таки Теософы, да, для 20-х годов и русской интеллигенции, которая образовывала вот первые вложен в иммиграции. Спасибо. Спасибо вам. Можно мне уточнение тоже еще? Да, да. Александр Ильич. Романович, у меня уточнение парочку. Во-первых, у Юпитера там изображены именно рыбы и именно намек на стрельца, потому что в рыбах у него возвышение, место, где он наиболее силен, у зодиаки, астрелец, это у него дневной дом, соответственно, тоже его место силы, видимо, поэтому. А вот астрея у вас нарисована в одной из ложек, это, скорее всего, намек на созвездие Девы. Ну, потому что объяснить астрею весы, это понятно, там рядом созвездие весов, она ассоциировалась со справедливостью у древних римлян, вот. Но объяснить изобилие можно только знаком Девы, которая всегда была со времен Месопотамии, именно богиней, связанной с плодородием, богиня Шала держала колос. Ну, вот так, дополнение к вашему исследованию. А так, спасибо, было очень интересно.